Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. В 2018 году Одинцовской лингвистической гимназии исполняется 10 лет. И сегодня у нас в гостях Татьяна Борисовна Рассолова, заместитель директора по воспитательной работе и выпускники гимназии Маргарита Болочева и Максим Соболев. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Татьяна Борисовна, 10 лет, с одной стороны, это еще самое-самое начало, самое становление, особенно для образовательного учреждения. Но, тем не менее, эти 10 лет были очень насыщенными для вашего гимназии. Расскажите, какими они были? Для любого учебного учреждения 10 лет – это все равно уже два цикла. Два цикла изменения системы образования. То есть система проходит, она циклично, да, вот, и поэтому и гимназия тоже к 10 годам тоже выходит на новый какой-то вот рубеж, новый виток своего развития. Конечно, эти 10 лет необыкновенные. Нельзя сказать, что они легкие, но они очень яркие, они запоминающиеся. И я хочу сказать, что вот для меня это, в общем-то, достаточно большой период моей жизни. Ну, вы прошли все эти 10 лет вместе с гимназией от открытия и, в общем-то, до дня сегодняшнего. Да, и вот эти вот ребята, которые сегодня у нас в студии, это наши выпускники. Конечно, это не выпускники, те, которые отучились 10 лет в гимназии, да, вот, но это те ребята, которые создавали эту гимназию, создавали ее имидж, которые, в общем-то, своим желанием учиться, участвовать в различных конкурсах. В общем-то, жить интересной жизнью, они создавали систему. Ну, надо сказать, что и Маргарита, и Максим, в свое время вы были в нашей студии, делились нашими телезрителями своими успехами. Максим был после премии, которая проходила в Кремле, Маргарита делилась своими успехами в учебе. Маргарита, как вот сложилась твоя жизнь после окончания гимназии? Все-таки вот те планы, которые ты тогда видела в своей голове, они реализовались? Прежде всего, хочу сказать, что когда Татьяна Борисовна сказала мне, что школе 10 лет, я не поверила. Первое мое впечатление было, 10 лет, это же так много, как это могло произойти со мной, что я уже 10 лет назад, как практически закончила школу. Ну, не 10, всего лишь 8 с половиной, потому что я была вторым выпуском гимназии, и я пришла в гимназию. Кстати, ты закончила гимназию с медалью. Да. Ну, напомню, да, с серебряной медалью. Да, я закончила школу с серебряной медалью, и хочу сказать, что я в школе училась два года. И, конечно, сравнивать мои 9 лет, 8 лет в предыдущей школе и два года в гимназии невозможно, но нужно отметить, что эти два года в моей жизни школьные, они были ключевыми. Это были годы работы в гимсовете, и именно Маргарита, она была председателем гимсовета. Вот. То есть всё именно зарождалось с этих детей. С этих детей, с Маргаритой в том числе, с её энергией, энтузиазмом, желанием работать в команде, желание помогать учителям, организовывать праздники, в общем-то, придумывать что-то такое, какие-то выставки, конкурсы организовывать. Вот это именно они делали, и они в этом участвовали. А Максим был у нас вообще в культмассовой секторе, вот, занимался культмассовой работой, вообще великолепно пел ещё. Вот, да, я думаю, продолжает также радовать и своих близких, своим данными вокальными, да? Маргарита, ну всё-таки, куда поступила, и как проходила дальнейшая твоя жизнь? В общем, 9 лет, 9 лет уже такой достаточный срок. Я в школе училась 2 года, и всегда хотела заниматься чем-то творческим, выбрала журналистику, поступила в МГУ на журфак, отучилась на журфаке 5 лет, сейчас поступила в аспирантуру, учусь, дописываю диссертацию, 3-й год уже, уже 8 лет, с ума сойти. И я уже успела поработать, я международный журналист, работала в Берлине, Париже, Риме и других европейских городах. Видела, как работает там система образования, удавалось ли, ну, по именно работе посещать какие-то образовательные учреждения? Да, по работе приходилось посещать образовательные учреждения, и что хочу отметить, там в Европе, особенно в Англии, в США, очень распространено такое слово, как тьютер. Тьютер – это наставник ученика, ученик может выбрать себе любого учителя, но там есть определенная схема выбора тьютера, но в сухом остатке тьютер – это тот человек, который со школьником или со студентом проводит какое-то свободное время, которое нужно студенту, и помогает ему решать различные вопросы, будь то учебные, будь то внеучебные, то есть какая-то студенческая или школьная жизнь, или там даже какие-то психологические. Хочу отметить, что когда я учила в школе, таким тьютером, по-русски наставником, не будем говорить по-английски, моим наставником была Татьяна Борисовна. И, конечно, Татьяна Борисовна, то, что мы с вами делали в школе, и как мы с вами креативили, как мы все с вами начинали, пробовали, это дало толчок для моей дальнейшей жизни. Татьяна Борисовна говорила, что я была в ГИМ-совете, в университете я была в студенческом совете, была председателем студенческого совета. И, конечно, все, что происходит сейчас, когда я уже взрослею, стал взрослой, когда я уже замужем и думаю о своих детях, то, конечно, мне хотелось бы, чтобы у моих детей тоже были наставники, такие, как были у меня. Если бы сегодня стоял выбор, у тебя бы ребенок, твой ребенок шел в первый класс, какую школу бы ты отдала? Одинцовского района. Конечно, я бы очень хотела, чтобы мой ребенок поступил в эту же школу, и у него были те же самые учителя, которые были у меня. Вот, если честно, не верится, правда, Татьяна Борисовна, что сидят выпускники, которые уже настолько стали взрослыми, да, они уже мечтают замужем и мечтают о собственных детях. И, между прочим, у Максима брат есть. Он пошел в первый класс и пошел в первый класс в нашу школу. Вот так. Максим, когда ты окончил Одинцовскую лингвистическую гимназию? И вот расскажи твои воспоминания, поделись с нашими телезрителями. Закончил в 2012 году. Поступил туда, ну, вот полгода прошло, как только она открылась, и в восьмом классе я туда поступил. Вместе, получается, мы пришли в гимназию. Да. Мне дала гимназию очень много. Ну, и, во-первых, скажу сразу, что именно на предметах, тогда еще началось общество знания, и мне понравилась идея пойти в госсектор. И, наверное, после сдачи определенного экзамена, и это было общество все же, я выбрал свой будущий факультет. Максим, благодаря гимназии и, наверное, в первую очередь, твоим учителям, ты выбрал правильную дорогу. Расскажи о них, какими ты их запомнил. Да, как раз таки. Я думаю, что продолжаешь общаться и по сегодняшний день. Да, конечно, продолжаю общаться, хожу на встречу выпускников, не пропустил, по-моему, ни одной встречи. И да, у меня теперь там и брат, поэтому связь не потеряна. Также прихожу недавно, то есть вчера был на утреннике, поскольку я сейчас в отпуске, можно. Вот, очень все понравилось, теплые воспоминания. Вспоминаю сразу, поскольку я был в культмассовом секты, я его возглавлял еще. Да. Ну все, лидеры, сегодня в студии лидеры, гимназии лидеры. Сразу вспомнилась организация, как мы это все организовывали, планировали, выступления сами и, конечно же, эмоции. И очень радостно, что могу также всегда прийти и ощутить то самое, что было тогда. Татьяна Борисовна, я знаю, что часто, практически на каждое мероприятие выпускники разных лет приходят к вам в гимназию, чтобы поддержать, где-то поздравить, просто пообщаться или поделиться своими достижениями. Да, но потому что это эмоциональная сфера. Вы знаете, одно дело, хорошо предметы, да, вот изучение различных наук там и так далее, но эмоциональная сфера, она очень важна для жизни. Это и радость, и огорчение, и потом, наверное, какое-то разочарование, а потом вновь обретение себя. Ведь это в жизни очень и очень много. Поэтому вот ребята и говорят сейчас больше, наверное, о том, что они делали вне учебных предметов, да, потому что это запоминается очень и очень сильно и надолго, да. И вот сейчас у нас, допустим, проходит Оскар-шоу, да, и наши выпускники все буквально вот мчатся посмотреть на старшеклассников, чтобы вот посмотреть, как они выступают, потому что сцена, это было всё, вот, и, конечно, именно там они реализовывались. Именно сцена стала, ну, одной, наверное, из первых традиций, появившихся в гимназии, потому что на сцену выходили с первого класса. То есть все дети гимназии, которые показывали какие-то успехи в учёбе, в спорте, они все поднимались на сцену, именно через сцену, такой был посыл преподавателей, да. И такой был посыл и системы тоже, да. То есть лидеры во всём. Лидеры во всём. Вот первые проекты и защиты проектов, это же вот в Одинцовской лингвистической гимназии. Ну, тогда, да, гимназии, автономной, некоммерческой, да, круглой образовательной организации, да, сменили. То есть от изменения названия не меняется суть того, что здесь учатся талантливые дети, одарённые дети, ну, потом заботливых родителей, которые действительно помогают, очень помогают школе. Это творческие педагоги. Вот этот треугольник, образовательный треугольник, он просто очень сложился. В этом плане, мне кажется, Одинцовская лингвистическая гимназия, она как показатель того, как нужно, чтобы педагоги, дети и родители взаимодействовали, как они помогали друг другу. А сейчас, в последнее время, у вас родители не просто практически ежедневно, да, приходят в школу, помогают и участвуют, они ещё и спектакли самостоятельно ставят. Да. Причём делают это для детей, играют, ну, то есть, потрясающе. И всего лишь 10 лет. Маргарита, ты хотела что-то добавить. Да, я хотела сказать про учителей. Конечно, мы с Максимом были очень активны во внеклассной работе. Но вот вы правильно сейчас выразили мою мысль про треугольник взаимодействия и педагогов, и детей, и учителей. И в школе, когда я училась, вот, когда я училась, и знаю, что мои друзья ещё после меня доучивались, никогда ни у кого не было конфликтов с учителями. То есть, если, очень часто бывает, когда у учеников есть конфликты с преподавателями на какой-то личной основе, которые абсолютно не должны присутствовать ни в каком учебном процессе, ни в школьном, ни в университетском, вообще абсолютно ни в каком. И, ну, к сожалению, это существует всегда, личное отношение, его никогда нельзя, его, точнее, не всегда можно убрать. То в нашей школе такого никогда не было, это раз. А во-вторых, вот все наши преподаватели, они были сами заинтересованы в том, чтобы дать нам что-то, и потом увидеть этот результат, увидеть свои знания в нас. И когда мы учились, когда я училась, я училась, поскольку два года, то есть нас два года готовили к ЕГЭ. И отчетливо было видно, как каждый преподаватель, что по истории Надежда Ивановна, что по русскому языку Алла Борисовна, что наша классная руководительница, они вкладывали, чтобы потом увидеть отдачу. И мы постарались им показать, что они в нас сложили. Конечно, у нас были неплохие у всего класса результаты ЕГЭ. Но что еще очень важно, что у нас была очень хорошая классная руководительница. Это Претика Елена Анатольевна. Она не просто хороший педагог и умная женщина, она еще очень мудрая женщина. Когда у тебя 12 детей, и они все из разных школ, они все взросшены в разных школах, в разных вообще... у нас был класс настолько разный... В разных системах. Да, в разных системах очень важно. У нас только был разный класс, настолько разный по тому, кто был и откуда, какой, с какими взглядами, что нас всех соединить так, чтобы мы никогда... у нас не было ни конфликтов, мы никогда не ругались, мы хорошо учились. У нас были одни четверки и пятерки, у нас не было троечников. И она поддерживала это все на протяжении двух лет. Конечно, это нужно быть чересчур мудрой женщиной. Не все женщины такие мудрые, даже как была наша... как и есть наша Елена Анатольевна. Потому что в гимназии царится особая атмосфера добра, дружбы, взаимопомощи, поддержки и веры. В собственные силы и в силы, безусловно, детей. И еще стремление к знаниям, к познанию и к учебе. Вот это было всегда. И хочется сейчас, вот с тем, когда стала школа муниципальной школой, тогда-то все-таки существовал отбор, надо сказать. Сейчас нет этого отбора. Хочется, чтобы гимназия в будущем не растеряла вот тот багаж, который был приобретен за эти 10 лет. Престижно было учиться побеждать в конкурсах, участвовать в олимпиадах, побеждать в этих олимпиадах. И быть первым. И учиться только на четверке и пятерке. Потому что тогда на тройке нельзя было учиться в гимназии. Вот такой был закон. Ночью приходилось расставаться с любимой школой, поэтому у детей, у родителей, безусловно, была сильнейшая мотивация, чтобы остаться в системе, чтобы остаться в родной школе. Нужно было показывать высокие результаты. А еще очень вкусная столовая была. Ну, я думаю, что столовая осталась вкусной до сих пор. И дети, и родители с удовольствием приходят туда, покупают знаменитые булочки, пиццу. Да, и называется она «Закусите». Был прямо вот у нас конкурс, нашу столовую, прямо как кафе, такой ресторан. Вот дети назвали, и победителем стала Аня Шварц. Вот это ее название. Ну, и действительно, наша столовая теперь так и называется – «Закусите». Много традиций было заложено за эти 10 лет. Я, конечно же, желаю, чтобы все это продолжало работать. И самое главное, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами. И независимо от того, 6 лет, 17 или 25 или больше, чтобы вы всегда гордились своими выпускниками, своими учениками. Но от вас, ребят, конечно же, хотелось бы услышать слова, пожелания и поздравления с юбилеем в родной гимназии. Конечно же, много уже, в принципе, сказано. Но основное, что мне хочется пожелать, чтобы гимназия не растеряла то, что имеет эта правда, и сохранила ту атмосферу. Потому что атмосфера нереальная. Она настраивает на учёбу, она настраивает на определённый тип отношений. То есть это, во-первых, дружба, она царит там. И, конечно же, я всё равно прихожу в гимназию часто, и я это замечаю, и мне хочется, чтобы вот эта атмосфера, вот эти эмоции, они, конечно же, были, сохранились. Конечно, я присоединяюсь ко всем словам Максима. И для меня ключевое, чтобы лет через 7-8, когда у меня уже будут первоклассники-дети, чтобы все мои учителя, и особенно вы, Татьяна Борисовна, остались. Это вот прям пожелания, которые очень важны для меня. Ну, конечно, чтобы школа даже цвела и радовала мир хорошими выпускниками и хорошими детьми. Чуть больше года остаётся до того момента, когда из школы, из гимназии будут выпускаться те дети, которые пришли в первый класс. У нас сегодня это десятиклассники. Вот что бы вы пожелали им и сказали бы в день рождения, потому что именно они прошли уже весь этот цикл от начала до конца и практически, практически в том же составе. Практически в том же составе. Я желаю, чтобы они нашли себя в жизни, чтобы были гармоничными во всём, чтобы их радовало то, что они выбрали в своей жизни, те направления, чтобы они были правильными, правильными те направления, чтобы их не ожидало разочарования. Потому что школа для этого, я думаю, что делала всё возможное. Всё возможное. Ну и, конечно же, экзаменов-то 100 баллов. Ну, ждём отличных результатов. Я ещё раз поздравляю вас с юбилеем. Всегда приятно приезжать в вашу гимназию, рассказывать нашим телезрителям о успехах и достижениях ваших детей и педагогов. Спасибо вам, что были с нами. Вы смотрели программу «Моя планета». Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»